Направьте свою любовь на Кришну. В этой беседе Шрила Прабхупада говорит, любовь к дому, стране, мужу, детям, жене и т.д. Все эти виды любви в той или иной степени присутствуют и в животном царстве. Но такая любовь не принесет вам счастья, вы будете разочарованы. Если вы действительно хотите мира, если вы действительно хотите удовлетворенности, постарайтесь полюбить Кришну. Сентябрь 1968 года, Сиэтл. Говиндам Ади Пурушам Там Ахам Баджами. С любовью и преданностью поклоняться Говинде, изначальной личности, вот к чему мы всех призываем. В этом суть сознания Кришны. Мы просто учим людей любить Кришну. Мы призываем вас направить свою любовь в верное русло. Каждый хочет кого-то любить, но все разочарованы, поскольку их любовь направлена не туда, куда надо. Люди не знают, куда направить свою любовь. Все начинается с любви к своему телу. Затем любовь немного расширяется и проявляется как любовь к отцу и матери. Затем как любовь к своему народу, своей стране и ко всему человечеству. И, наконец, как любовь ко всем живым существам. Но как бы ни расширялась ваша любовь, она не принесет вам удовлетворения до тех пор, пока вы не достигнете любви к Кришне. Лишь тогда вы обретете удовлетворение. Например, когда вы бросаете в озеро камень, от него расходятся круги. Они становятся все больше и больше, и когда достигнут берега, их движение прекратится. Пока круг не коснулся берега, он будет увеличиваться. Так же и мы должны постепенно увеличивать свою любовь, пока не полюбим Кришну, верховную личность Бога. Есть два способа увеличить свою любовь. Вы можете стараться любить свой народ, свою страну, все человечество, все живые существа и так далее. Либо можете непосредственно полюбить Кришну, и такая любовь будет включать в себя все остальное. Это так прекрасно. Поскольку Кришна привлекает всех, любовь к Нему включает все остальное. Почему? Потому что Кришна – центр всего. В семье, если вы любите отца, вы любите также своих братьев и сестер, слуг отца, его дом, его жену, свою мать, в общем, всех членов семьи. Но центром всего является ваш отец. Точно так же, если вы полюбите Кришну, ваша любовь распространится на все сущее. Другой пример – если вы любите дерево, вам достаточно просто поливать его корни, и тогда все его части – листья, цветы, ствол, ветви, побеги – все будет обеспечено водой. Это будет правильным выражением вашей любви к дереву. Аналогично, если вы любите своих соотечественников, если хотите видеть их образованными, а также экономически, физически и умственно развитыми, что вы станете делать? Вы будете платить налоги правительству. Вы не станете уклоняться от их уплаты. Вы просто платите налоги центральному правительству, и часть ваших денег будет направлена в Министерство образования, часть – в Министерство обороны, часть – в Министерство здравоохранения. Это несовершенные примеры, но они демонстрируют нам, что если вы действительно хотите любить всех и каждого, вы должны полюбить Кришну. Вы не будете разочарованы, поскольку любовь к Кришне совершенна. «Когда ваша любовь совершенна, вы полностью счастливы. Это все равно, что наесться досыта. Я удовлетворен и больше не хочу». Движение сознания Кришны основано на очень простых истинах. Это движение было начато 500 лет назад Господом Чайтани и Махапрабу. Однако в действительности оно гораздо старше, поскольку о нем упоминается еще в ведических писаниях. С исторической точки зрения движение сознания Кришны существует, по крайней мере, с тех пор, как Господь Кришна появился на этой планете 5000 лет назад. И совсем недавно, 500 лет назад, Господь Чайтанье расширил это движение еще больше. Его миссия – Аратхио Бхагаван, проповедь поклонения Бхагавану, верховные личности Бога. «Каждый кому-то подчиняется. Все хотят быть независимыми, однако это невозможно. Никто не является полностью независимым. Все кому-то подчинены. Никто не может заявить «я полностью независим». Может ли кто-нибудь такое утверждать? Каждый кому-то подчиняется. И если вы любите кого-то, вы добровольно подчиняетесь ему. Девушка, говорит юноша, я хочу тебе подчиниться. Почему? Потому что такова наша природа. Мы хотим подчиняться, поскольку такова наша природа. Но мы не знаем, кому нам следует подчиняться, чтобы обрести полное удовлетворение. Мы отказываемся от одной формы подчинения и соглашаемся на другую. Например, рабочий подчиняется своему начальнику, поскольку тот платит ему зарплату. Предположим, 600 долларов в месяц. Рабочий должен выражать начальнику почтение и стараться его удовлетворить. Конечно, если ему удастся найти место, где платят больше, он перейдет работать туда. Но это не означает, что теперь он обрел независимость. Он по-прежнему кому-то подчиняется. Итак, Господь Чайтанье учит нас. Раз уж вы должны поклоняться кому-то, поклоняйтесь Кришне. Так вы обретете полное удовлетворение. И далее, Тад, Дхама, Вриндаванам. Если вы хотите кому-то поклоняться, поклоняйтесь Кришне. Любите Кришну. А если вы хотите поклоняться какому-то месту, поклоняйтесь земле Кришны, Вриндавану. Каждый хочет любить определенную страну или народ. Один говорит, я люблю Америку. Другой, я люблю Китай. Третий, я люблю Россию. Это национализм, бхаума и джьядхих. У человека есть природная склонность любить какую-то материальную землю. Как правило, ту, на которой он родился. Поэтому Господь Чайтанье Махапрабу говорит, раз уж вы склонны любить кого-то, полюбите Кришну. Если вы склонны любить какую-то землю, полюбите Вриндаван. Но, допустим, кто-то спросит, как же я могу полюбить Кришну, если я никогда не видел его? Чайтанье Махапрабу отвечает, Если вы хотите научиться поклоняться Кришне и любить его, просто попытайтесь следовать по стопам Гопи, девушек-пастушек из Вриндавана. Любовь Гопи – самое совершенное проявление любви к Богу. Есть различные уровни поклонения Богу. Первое – это молиться, «Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это начало, когда мы только учимся поклоняться Богу, нам велят, «Иди в церковь и молись Богу, чтобы Он дал тебе все, в чем ты нуждаешься». Таков первый шаг. Но это еще не чистая любовь. Примером чистой любви к Богу являются Гопи. Их любовь к Кришне может быть описана следующим образом. Кришна был маленьким пастушком. Вместе с друзьями-пастушками они целыми днями пасли коров. В те времена люди были удовлетворены тем, что у них была земля и коровы. Это решало все экономические проблемы. Они не работали на больших заводах, не были чьими-то слугами. Они довольствовались тем, что дает земля и коровы. И это полностью решало продовольственную проблему. Итак, Кришна шел пасти коров. А Гопи оставались дома. Кришна был за много миль от них, на пастбище. А Гопи сидели и думали. «О, у Кришны такие нежные стопы. Сейчас Он идет по каменистой земле, и острая галька впивается в Его подошвы. Наверное, Ему больно». Думая так, Гопи плакали. Понимаете? Это и есть любовь. Когда Кришна возвращался, они не спрашивали Его. «Дорогой Кришна, Ты что-нибудь принес нам с пастбища? Покажи-ка, что у тебя в кармане». Нет, они думали лишь о том, как доставить удовольствие Кришне. Перед тем, как выйти к Нему, Гопи красиво наряжались. Наряжаясь, они думали. «Кришна будет так счастлив, увидев Меня». Как правило, юноша или мужчина бывает счастлив, когда видит, что его возлюбленная или жена нарядно одета. Поэтому в самой природе женщины заложено желание красиво одеться, чтобы доставить радость мужу. А когда мужа нет дома, она не должна наряжаться. Женщины одеваются по-разному, в зависимости от своего положения. Увидев, как женщина одета, можно сразу же определить, кто перед вами. Одежда указывает, замужем она или нет, вдова она или проститутка. Одежда очень важна. Однако мы не будем углубляться в изучение индийских обычаев. Мы говорим о любовных отношениях Кришны и Гопи. Их взаимоотношения были настолько глубокие и чисты, что Кришна был вынужден признать. «Мои дорогие Гопи, мне нечем отплатить вам за вашу любовь. Сам Кришна, верховная личность Бога, оказался банкротом. Он не смог отдать долг Гопи. Поэтому любовь Гопи – высшее совершенство любви к Кришне». Итак, мы говорим о миссии Господа Чайтаньи. Он учит нас тому, что единственным объектом любви является Кришна, единственная земля, которую следует любить, Вриндаван, а ярчайший пример любви к Кришне – это Гопи. Есть разные уровни преданности, но уровень Гопи самый высокий. Лучшей же среди Гопи является Радхарани, поэтому никто не способен превзойти Радхарани в любви к Кришне. Чтобы постичь науку любви к Богу, нужны книги, авторитетная литература. «Да», – говорит Чайтанье Махапрабу, И такой книгой является Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам Праманам Ималам. Шримад Бхагаватам – безупречное описание того, как любить Бога. Лучшего описания не существует. С самого начала Бхагаватам учит нас тому, как любить Бога. Те, кто изучал Шримад Бхагаватам, знают, что первый стих первой песни гласит В самом начале этого произведения автор говорит «Я подношу свою чистую преданность Всевышнему, который и есть источник всего». Прекрасное описание. Если вы хотите узнать, как полюбить Бога, Кришну, изучайте Шримад Бхагаватам. Чтобы понять Бхагаватам, сначала нужно изучить Бхагават-гиту. Изучая ее, вы сможете понять подлинную природу Бога, свою собственную природу, а также ваши взаимоотношения с Богом. Когда вы немного продвинетесь и обретете полную уверенность в том, что Кришна – это единственный объект нашей любви, следующей книгой, которую вам нужно будет изучить, станет Шримад Бхагаватам. Знание Бхагават-гиты, как она есть, вступительный экзамен. Как студенты сдают выпускные экзамены в школе, а затем поступают в колледж, так и вы должны сначала изучить Бхагават-гиту, как она есть, и сдать выпускные экзамены по предмету «Любовь к Богу». Затем вам нужно перейти к изучению Шримад Бхагаватам. Это высшее образование. А когда вы продвинетесь еще дальше и поступите в аспирантуру, вы сможете перейти к изучению Шрича и Тания Чаритамриты. Итак, нет ничего трудного в том, чтобы усвоить науку любви к Кришне. Суть в том, что надо научиться любить Кришну. Для этого существуют определенные наставления, определенный метод, и мы стараемся сделать так, чтобы вы узнали об этом методе и применили его. Мы посылаем наших ребят на улицы, приглашать вас, и если вы согласитесь воспользоваться этой возможностью, ваша жизнь увенчается успехом. Према Пумартхо Махан. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы развить любовь к Богу. Во всех остальных формах жизни мы любили что-то другое. Когда мы были птицами, мы любили свои гнезда, когда были пчелами, любили свои ульи и так далее. Не нужно учить птицу или пчелу любить своих отпрысков. Это естественно. Любовь к дому, стране, мужу, детям, жене и так далее, все эти виды любви в той или иной степени присутствуют и в животном царстве. Но такая любовь не принесет вам счастья. Вы будете разочарованы. Поскольку тело временно, все такого рода любовные отношения тоже временны. Кроме того, они не безупречны, ибо представляют собой лишь искаженное отражение той чистой любви, что существует между вами и Кришной. Поэтому, если вы действительно хотите мира, если вы действительно хотите удовлетворения, если вы не хотите пребывать в замешательстве, попытайтесь полюбить Кришну. Тогда ваша жизнь увенчается успехом. Движение сознания Кришны – не чья-то выдумка. Наша цель не в том, чтобы сбить людей с толку или обмануть. Это в высшей степени авторитетное движение, основанное на ведической литературе – Бхагавад-Гите, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-Чаритамрите и других писаниях. Многие-многие святые признают сознание Кришны средством достижения совершенства. Яркий пример тому – Господь Чайтанья. Вы видели изображение, на котором он в экстазе поет и танцует. Вы тоже должны научиться этому искусству, и тогда ваша жизнь увенчается успехом. Вам не нужно заниматься чем-то искусственным, строить догадки, ломать себе голову. В вас уже заложена склонность любить других. Это естественно для живого существа. Но из-за того, что ваша любовь направлена не туда, куда нужно, вы разочарованы и сбиты с толку. Если вы не хотите пребывать в замешательстве, если вы не хотите продолжать испытывать разочарование, постарайтесь полюбить Кришну, и вы почувствуете, как ваша жизнь наполняется покоем и счастьем, и все ваши желания исполняются. Большое спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова